Друзья, добрый день, меня зовут Константин, более 10 лет моя жизнь уже связана с Африкой, я в ней работаю, живу, это моя страсть, любовь с первого взгляда, собственно поэтому я основал компанию Safari Zanzibari, я ее основатель и руководитель. Не первый год, далеко не первый год мы делаем сафари-туры в Африку, огромное количество сафари-турок уже было проведено и встречаемся с многими страхами по Африке, поэтому я решил записать это видео, разбить эти страхи, закрыть их, то есть рассказать, это нормальные страхи про Африку, я немножко освещу эти страхи, расскажу, какие самые популярные топ-10 страхов мы встречаем в работе с нашими путешественниками. Итак, поехали. Первый страх, он такой базовый что ли, да, то есть я не знаю Африку, поэтому мне страшно, люди знают про Африку достаточно мало, а то, что знают, это пугает, это сказки Корнея Чуковского, Бармалея, доктора Айболит, новости, которые обожают спекулировать Африкой, да, то есть там голодающие дети, войны и все-все-все на свете, а больше-то мы особо ничего и не знаем, вот, кроме того, что не ходите дети в Африку гулять, вот, то, что мы впитались молоком матери и детскими сказками Корнея Чуковского. Но, Танзания, да, то есть еще ряд стран, в данном видео я рассказываю про Танзанию и Занзибар, потому что это самая, пожалуй, популярная страна на данный момент, и с нее начал российский путешественник, турист массовый, да, то есть в основном узнавать про Африку, поэтому я про нее и рассказываю. Танзания и Занзибар, это во всем мире уже очень популярное направление, на сафари в Танзании ездят и американцы, и канадцы, и чехи, и австрийцы, то есть вся Европа, и китайцы те же, да, то есть очень много народу ездит, и из России, конечно же, тоже, в последнее время усилится поток на сафари, но для нас это еще в новинку. Это нормально то, что мы не знаем Африку, мы боимся этого направления, но те же итальянцы, допустим, они уже как на дачу к себе ездят, на Занзибар, в Танзанию, и поверьте мне, европейцы, канадцы и американцы, они бы никогда не поехали, если бы это была опасная страна. Вы не знаете Африку, но для этого, собственно, есть мы, да, то есть и наша команда для того, чтобы помочь вам погрузиться в невероятный, очень красивый, аутентичный, необычный мир Африки. Даже если вы что-то не знаете, мы поможем вам узнать об этом. Второй страх – это дорого. Я потом запишу отдельно расклад, посчитаю, у нас есть пост, где мы посчитали, сколько дорого или недорого, да, то есть все относительно. Но я просто пример тут приведу. К нам обратилась недавно девушка, она сказала, вот у меня есть 70 тысяч, я хочу себе устроить подарок на день рождения, вот сделайте мне Африку. Мы сделали. Правда, за 7,6 тысяч она слетала на неделю в Танзанию, вот, на сафари отдохнула, даже там пару дней на море, ну, то есть не дороже, не дороже. То есть вдвоем можно съездить чуть больше 100 тысяч, 120, 150, все зависит, конечно, от ваших предпочтений, бюджета, уровня комфорта, но не дороже других направлений. А последние два года массовый турист очень сильно поехал в Африку, потому что многие даже не знали, что такое Танзания, Занзибар, но поехали туда, потому что это было одно из самых массовых направлений туризма, самых дешевых, вот так скажем. Дешевых, а значит, туда поехал массовый турист. Так, дальше. Третий страх это у нас далеко, но тут тоже все относительно, конечно. Далеко это сколько? Ближе, чем до Таиланда из Москвы. До Занзибара 9 часов, до Таиланда 9,5. Я не говорю, не беру всю Латинскую Америку, это там Куба, Доминикана, Мексика, туда однозначно дальше. Есть чартеры, есть рейсы с пересадками, кому что нравится. Чартер 9 часов летит до Занзибара, рейс с пересадками там от 14, 16, 18. Лично я всю жизнь летаю в Африку с пересадками, мне так даже больше нравится. Слез в международном аэропорту, посмотрел людей, себя показал, в дьюти-фри зашел, размялся. В общем, ничего, никогда не воспринимал, что далеко лететь до Африки. Но кто-то воспринимает, да, то есть у нас сознание, что это далеко. Так, четвертый страх, это у нас малярия и спид. Давайте отдельно, то есть мы их так объединили немножко. Значит, малярия. Малярия в Африке есть, также, возможно, для кого-то будет новостик сейчас, так же, как и в Индии, да, там на Гуа, так же, как и в Таиланде, между прочим. Во многих тропических странах есть малярия, да, она есть и в Африке. Другой вопрос, что во многих тропических местах она уже истреблена, именно вот комары, переносящие, да, то есть малярия и плазмодия. Но береженого Бог бережет, поэтому мы всегда показываем, как предохраняться от малярии, да, то есть во всех Танзании, во всех отелях, даже бюджетных, очень есть сетки от комаров. Вечером одежду какую-то закрытую, брючки надеваете, носочки, потому что малярийные комары, которые переносят малярийные плазмодии, они вылетают только вечером. И третье правило – это кондиционер. А малярийные комары не переносят прохладу. Поэтому тут что нужно сказать? Да, так как в любой тропическом климате такое явление есть, но оно немногочисленное. И опять же туда бы пачками не летала вся Европа, да, отдыхать на тот же Занзибар и в Танзанию, если бы там вот прям что-то такое было. Про СПИД не рассказали, но не рассказал. Но если вы не собираетесь вступать в какую-то половую, незащищенную связь с местными жителями, то вам опасаться нечего. То есть стандартная мера предостороженности, меры гигиены предпринимайте, и все будет хорошо. СПИД есть в любой стране, есть он и в Африке. Так, дальше. Пираты и террористы. Пираты и террористы. Давайте я просто пример приведу. Значит, у нас есть Азия, в ней находится огромный кусок России, Таиланд, что еще? Индия тоже, да, и огромное количество стран. Но куда-то можно ехать, а куда-то вот пока что не стоит, да, там Афганистан, Пакистан, все эти страны, где какие-то военные конфликты, да, то есть или вообще непонятная ситуация. То же самое с Африкой. Есть страны, куда можно ехать, и мы с этими странами работаем, рекомендуем, а есть страны, куда не нужно ехать, потому что ничего там для туриста не приспособлено, и не очень хорошая обстановка для туристов. Вот, собственно, и все. Очень все просто. Дальше. Меня ограбит, да, то есть безопасность. А грабить могут в любой стране, а в той же Турции, в Таиланде, и в Европе, и где угодно, и в России. Поэтому я не заметил, что какой-то там высокий криминогенный уровень, да, там. Ну, естественно, нужно соблюдать правила безопасности, суммы денег большие с собой не носить, за вещами своими следить, да, то есть не оставлять без присмотра. Так же, как и везде. Базовые правила. Так, в Танзании живут очень дружелюбные, добрые люди. Дальше. Прививки. Прививки. Важный вопрос. В Танзанию и на Занзибар прививки не нужны. Многие спрашивают про прививку, про желтую лихорадку. Нет, она не нужна. Давно уже отменили. В Танзании нет желтой лихорадки, поэтому прививку от желтой лихорадки не нужна. Большинство прививок почти все нам уже поставили в детстве, в подростковом возрасте. Вот. А обязательных вообще нет. Так, что еще? На меня могут напасть животные. Такой страх встречается иногда у наших путешественников. Вы будете в машине. Выходить из машины запрещается. Только там можно выходить, ну где отель, естественно, на территории отеля. И в специальных местах, пикник-плейс так называемых, оборудованных, где можно выходить. Мы знаем повадки животных. У нас за много лет не было никаких случаев никогда, чтобы кто-то там, какое-то животное напало на джип. Слоны вообще не реагируют. Слоны, львы на машину вообще не реагируют. Может пописать, подойти на колесо или спать лечь под машиной. Потому что они воспринимают это как большой движущийся вонючий камень. Вонючий, потому что выхлопные газы какие-то идут из трубы выхлопной в машине. Слоны, они более осторожно, конечно, воспринимают как угрозу машину. Но мы не подъезжаем. Да и слоны тоже, они не несутся, не агрессируют на машину. Они как бы просто предупреждают. Вот не подходи. Вот мой стадо, мой клан. Не надо ко мне лезть. А мы не лезем. Никто не лезет. Профессиональный гид никогда у вас не будет впритык к слонам подводить, подвозить или еще что-то. Просто едьте с надежными гидами, с надежной компанией, и все будет хорошо. Так, если я заболею, кто мне поможет? Когда мы едем в Африку, в Танзанию, в Занзибар, мы обычно делаем две страховки. Это первая, расширенная медицинская страховка. И вторая, страховка летающие врачи. Первая, понятно, стандартная туристическая страховка с расширенными опциями. Потому что у африканские страны входит в перечень особый. Соответственно, медицинская страховка. А летающие врачи, это страховка, которая, если не дай бог с вами что-то случится, у нас за много лет сотен этих сафари-туров ничего не случалось, но не дай бог, если там заболеете что-то, температура большая, еще что-то, за вами может прилететь самолет, маленький, да, ну не маленький, небольшой самолет, не боинг, естественно, да, то есть местный, который вас вывезет до ближайшего крупного города, и там уже будет действовать медицинская страховка туристическая. Вот. И, наверное, десятый страх. Врачей нет квалифицированных, или кто-то меня будет лечить. Такие врачи есть, потому что те же африканские врачи ездят и в Европу, и в Россию, получают международный диплом, обучаются и приезжают, и вы получите высококвалифицированную помощь по своей страховке. Тут каких-то проблем нет. Друзья, всем спасибо. А на этом я заканчиваю видео про страхи врачи.